Водитель и кусочек дома у него в кабине. Субтитры создавал DimaTorzok Я первый раз увидела Людмилочку, когда была выставка, посвященная римским каникулам. У меня было такое чувство, что я, не прилетев в Рим, побывала в этом Риме. Потому что настолько это было живо, настолько это было... Как будто бы действительно ты стоишь на этой римской улице. Или вот смотришь этому человеку в глаза. Вот она поражает тем своим творчеством, что у нее вот жизнь так метко подхвачена, и так это естественно, и так это полно, и так это ярко, и так это насыщенно, колоритно, что действительно поражаешься, как человек вот так умеет творчески сфотографировать, потом это донести до зрителя. На выставках так много узнаешь о людях, которых мы не замечаем иногда, в повседневных хлопотах, заботах мы даже не видим этого всего, этой красоты. И начинаешь уже по-другому смотреть на людей и на мир, на окружающий мир смотришь. Иногда даже на болото я смотрела, но я думаю, другими глазами смотрю. Я думаю, надо же, заразилась от Людмилы Васильевны. Сама же Людмила Васильевна Мельниченко, героиня нашей программы и автор работ, даже подумать не могла, что когда-то будет фотографировать сельские пейзажи и колоритных деревенских жителей. Жительнице Петербурга пришлось резко изменить судьбу и географию проживания. Пока я жила в Ленинграде, Петербург, в общем-то, в моем лексиконе не прижилось это слово, потому что я сама голосовала за возвращение нового имени городу. Но я так думаю, что то, что сейчас является этим городом, это Питер, может быть. Потому что Петербург – это слишком высокая планка. Мне кажется, что город пока еще не дотягивает. Мы не дотягиваем в этом городе люди. На самом деле я всегда очень жалела всех, кто живет не в Петербурге, всех, кто живет не в Ленинграде. И если мне вдруг приходила какая-то информация такая, что человек родился в Ленинграде, до войны, например, жил, во время войны был эвакуирован куда-нибудь в Свердловск и не вернулся после войны, для меня это была непонятная вообще ситуация, как он мог не вернуться. И более интересного города для меня не было. И я сама себе в Петербурге очень нравилась. Потому что я родилась в Оренбургской области, закончила школу в Оренбургской области. И уже последние годы я уже жила не в Оренбургской области, я уже жила там. Вот у меня там будет самое все интересное. И правда, жизнь именно в Ленинграде подарила мне очень много хороших встреч с очень интересными людьми. И жизнь была очень замечательной. Если кто-то мне бы в тот момент, в 2003 году, вначале сказал, что через два года я буду жить здесь, я останусь здесь на 8 лет, я бы, наверное, не поверила. Еще бы больше я не поверила тому, что можно будет выжить в этой ситуации. То есть на самом деле, то, как я здесь оказалась, это связано с моей личной трагедией, с болезнью мамы, с тем, что она долго и тяжело болела. И потом на моих руках остались те люди, которые мы считали, что на руках у мамы находятся. И когда умерла мама, первое, что спросили мои старушки, бабушка, бабушкина сестра, а что будет с нами? И даже очень близкие люди мне говорили, ну, может быть, в дом престарелых их сдать. И когда я вернулась в Ленинград, я здесь жила почти год, ухаживая за мамой и за ее сестрой. И меня в Ленинграде ждали. За мной сохраняли место. В общем, все ждали, что я вернусь. И вот когда мама умерла, и умерла ее сестра на моих руках тоже, то когда я поехала в Ленинград увольняться, вот тут наступило очень большое искушение. Генеральный директор предложил мне место пресс-секретаря на фирме довольно большой. В тот момент я работала на ЛАМО. И вот, скажем так, в тот момент моя зарплата была 10 тысяч рублей, а предлагали мне 40 тысяч рублей. А я говорю, я не могу. Почему? Да у меня вот там две старушки. Найми кого-нибудь. Я говорю, ну, как я могу чужих людей? Ну, привези их сюда. Как я их привезу сюда, если они привыкли к Оренбургским степям или Самарскому дому, да, где есть сад и дом и земля. Как я их привезу в Ленинград на пятый этаж? И, в общем, я поняла, что я вот здесь непонятно насколько. И вот когда стало вот это вот горе, первое, то, что смерть мамы, и второе, то, что я так резко оказалась вырванная из той прежней жизни, все началось, в общем-то, с большого-большого горя. А потом потихоньку как-то так получилось, что я... Это место не мое, этот поселок Кенельский. Я здесь не жила, я здесь не работала, я здесь не училась. Я приезжала сюда довольно часто, когда была мама здесь. Но это были такие... Пришла в огороде, поработала, помогла посадить картошку, помогла картошку выкопать или там на зимние вот эти каникулы, которые же в тот момент начинали появляться. То есть я общалась с бабушкой, общалась с мамой и уезжала. И вот когда вдруг оказалось нужным выйти на улицу и что-то сделать вот здесь, в этом мире, вот это был шок. Нелюбовь Людмилы к садам, огородам и всему деревенскому переросла в привязанность и интерес. Проводником послужил верный друг и помощник. Фотоаппарат. Когда мама не стала, я вдруг поняла, что я не могу уехать отсюда, во-первых. Во-первых, сначала я не могла уехать, потому что были старушки, да, и я не знала, сколько времени они еще будут жить. Я их же ведь люблю и хочу, чтобы они жили как можно дольше. Одной было 90, другой 92. И они могли бы прожить еще 10 лет. Но я-то что буду делать в свои 48, вот в этот момент? И я понимала, что вот мое большое горе, что я оказалась в абсолютном вакууме. Вот фотоаппарат, он меня вывел к людям, потому что я не могла устроиться на работу, ни на час, ни на два уйти. Ну, на час могла. На три часа уже из дома не могла, потому что одна уже лежала, другая была беспомощная. А вот на 15 минут, на 20, на полчаса, на час я могла взять фотоаппарат, пойти просто погулять по поселку. Я помню, как глоток вообще свежего воздуха восприняла прогулку по учхозу, его здесь так называют, этот поселок, Кенельский, чтобы просто каких-то котов поснимать на сеновалах, вот тут на всяких соломах. Я впервые увидела какие-то улицы вдалеке от нашей, потому что я там тоже не гуляла. А потом я поняла, что и этого я не могу себе позволить, у меня нет денег. Потому что купить пленку – это 100 рублей, проявить ее еще 100 рублей. Я не зарабатывала в тот момент, я жила на две пенсии, а уход за старыми людьми очень затратный. Я тогда думаю, ну, может быть, как-то мне научиться предлагать, что ли, продавать, что ли, свой труд. Я к тому моменту вообще-то была уже профессиональным фотографом, потому что я закончила при Доме журналистов в Ленинграде курсы рабочих фотокореспондентов. Это они так официально назывались давно. А теперь при Доме журналистов просто двухгодичные курсы фотографов, после которых можно было прийти в любую газету и работать фотографом. Но мне-то нравилась моя профессия, я не собиралась ее менять. А вот когда я оказалась здесь, выяснилось, меня приглашали на местное телевидение, но я же не могу уехать на 8 часов или на 10. Меня там звали в газету, но опять же, это не мой формат. А вот этот вариант мне подошел, и потихоньку, выходя на улицу, я стала говорить, а можно я вас сфотографирую? Ну, 15 рублей вы мне заплатите, этого достаточно. Вообще, было смешно, да. Но в деревне это деньги были большие, потому что как это 15 рублей? Вон, можно за 5 проявить фотографию, напечатать. Ну, в общем, я к тому, что мне в тот момент были нужны не деньги, не заработки. Мне нужно было купить пленку и проявку. Вот и все. Ну, и, собственно, с этого все и началось. То есть до сегодняшнего дня фотография не является для меня средством заработка, к счастью. Потому что вот в тот момент я поняла, что без денег можно прожить. Вот когда я оказалась на самом дне своей биографии, я имею в виду финансовом дне, я поняла, что без денег можно прожить. Как когда-то мне сказал Виктор Пылявский, если ты делаешь хорошее дело, деньги придут. И вот правда, стали помогать друзья, присылали деньги какие-то, на которые я никогда не надеялась. Но я правда честно, добросовестно записывала, кто мне какие деньги давал, и потом эти деньги все вернула. Люди удивлялись, потому что давали они мне не для того, чтобы я их возвращала. И вот в тот момент, собственно, я для себя сформулировала, что без денег прожить смогу, я не смогу прожить без радости. Вот какую-то отдушину, да, без какого-то контакта. И причем мне хотелось разговаривать с вот этими людьми, которые здесь живут, не о картошке, которая уродилась или не уродилась, или о траве, которая зарос огород травой или не зарос. Вот мне это не важно было. Мне нужно было говорить о чем-то таком, другом. И я начала вести кружок здесь, и таким образом у меня в кенеле у меня появилось сообщество людей, с которыми можно говорить на одном языке. Эти ученики до того даже доросли в определенный момент, что стали в пух и прах меня критиковать. Я вообще плохо, неправильно снимаю или там еще чего-нибудь. Но опять же это было бесплатно, потому что я не думала, что я имею право брать деньги за то, что если я профессиональный педагог, как я мог за это брать деньги? Ну вот, но в итоге у меня появилось очень много друзей. И главное, что в кенеле и в кенельском районе вдруг оказалось, что много людей, которым интересна фотография, которые приходят на выставки на все. В кенеле Мельниченко провела более десятка фотовыставок. Одна из них была организована к юбилею кенельского района. После вот этой вот выставки, после того, как Николай Владимирович Абашин, это глава района в тот момент, увидел, как воспринимают мои фотографии в Самаре, вероятно, вот это на него произвело впечатление. Потому что он говорит, я сам ничего не понимаю вот до того. Потом посмотрю и пойму, нравится лично мне. Но я, говорит, со своим мнением как бы не лезу. Я же не понимаю в этом ничего. Но, тем не менее, буквально там через неделю, что ли, после этого он позвонил и говорит, Людмила, а давай твоими фотографиями оформим нашу администрацию. Я говорю, ну давайте. А сама иду и думаю, ну и что толку? Ну вот на сегодняшний момент у меня есть снимки из пяти сел, например, кенельского района, куда я набирала машину, брала машину за свои деньги, нанимала, ехала, фотографировала. Ну кому это интересно? У нас 12 поселений больших, всего там около 30 сел. И если мы в администрации повесим какие-то случайные фотографии из пяти сел, люди скажут, а мы где? Я к нему пришла в кабинет вот с этим. Николай Владимирович, а давайте сделаем серию выставок. У нас 12 поселений, можно сделать 12 выставок. Он говорит, ну давай. И вот с этого началась вот такая огромная, большая работа. С таким энтузиазмом все вас приняли. За мной присылали машину. Потом сначала, правда, я пешком добиралась на перекладных. Наверное, три села я так снимала, три выставки сделала. Выходила из дома и на перекладных с двумя пересадками ехала в какое-нибудь село. Но мне надо было людей заинтересовать. Мне надо им показать было, что это им надо, не мне. И вот когда они это поняли, уже машина подъезжала к моему дому, меня там забирали. Или на рассвете, когда мне надо кого-нибудь фотографировать в поле. Или на закате. Ну чаще всего в рабочий день. И я вот на сегодняшний день лучше всего на свете знаю наш Кенельский район. Вот, может быть, даже лучше, чем Ленинград. Ну, хотя бы потому, что Ленинград больше, да. А здесь вот я последние шесть лет, скажем, только этим и занимаюсь. Я перефотографировала очень-очень много людей. И я хочу вам сказать, вот вы спросили, как я отношусь к деревне. Я ее в итоге полюбила. Портрет – любимый жанр Людмилы Мельниченко. Нравится ей фотографировать и пейзажи. Но все же человеческая природа привлекает ее больше. Мне всегда нравились старушки, потому что я обожала свою бабушку. И когда я вышла замуж в Ленинграде, а мой муж позволил себе как-то пренебрежительно к какой-то старушке отнестись, я с ним не могла разговаривать несколько дней. Это такая обида меня душила за эту старушку. И, знаете, даже на ленинградском радио я взялась вести передачу «Еще не вечер» про старых людей. В общем, что-то у меня тут, это все на фоне бабушки. И то есть, когда я вижу бабушку какую-нибудь не злую, а в деревне они, как правило, не злые, хотя такой очень известный психотерапевт Виктор Ефимович Каган, в Ленинграде он работал сейчас, по-моему, в Чикаго или в Бостоне, не знаю, живет. Он мне так, я когда пришла, я говорю, ну почему старушки бывают злые? Я вот захожу в транспорт и вижу, что она зло заходит туда, уже агрессивная. А я хочу ее защитить от других. И объясните. Он говорит, а это страх у нее. Она боится, что ее сейчас кто-то толкнет, а она болеет. Или ее пихнут, сломают ногу, или еще что-нибудь. И вот когда он мне вот это вот дал орудие в руки, тут мне еще стало проще и легче жить на свете. То есть я хочу сказать, что сейчас меня иногда мои ленинградские друзья укоряют за то, что я слишком в теме старушек застряла. Но мне правда интересно. Дети, они интересные. Они излучают позитивы очень много. Ну, только понятно, да, как любой детеныш. А вот вглядеться в лицо человека пожилого и прочитать на этом лице много, это вот здорово, мне кажется. По крайней мере, мне очень нравится. Я иногда думаю, если бы я всю жизнь здесь прожила, в деревне, не выезжая в город, интересно, я это же бы сейчас фотографировала или другое? И я думаю, что то, что сейчас меня интересует, оно интересует действительно меня, как человека, имевшего большой опыт городской жизни. Поэтому меня умиляют покосившиеся заборы. И я вижу, как это фотогенично. Но когда у меня лично вот здесь вот рухнул забор, меня это не умиляло. Меня как хозяйку это раздражало. Что скажут соседи, там зайдет скот и так далее. И я вижу, как вот уходят старые заборы, которые были классные, да, заменяются или вот этим сайдинговыми, вот этими штучками. В лучшем случае они будут поставлены, как штакетинки, а в худшем это будет сплошняком стоящее железо. И это ужасно на самом деле. Действительно, таких старушек, как здесь сейчас, или как была моя бабушка, в городе уже не найдешь. Они ушли. Режиссеры, которые снимают сельскую жизнь, говорят, что сегодняшнюю ни одну артистку невозможно заставить надеть платок. И если она даже его наденет, она не может его органично носить. Здесь еще, слава богу, есть люди, которые платки эти носят. И они, это классно. Мусорин сказал не так давно, когда вот была последняя выставка, он сказал, что Людмила снимает уходящую натуру. Буквально он так сказал, потому что действительно, вот я говорю, меня привлекает вот это все старенькое, пожившее, то, что имеет уже какую-то биографию. А новый дом, который обложили кирпичом или сайдингом, ну как я могу фотографировать дом с сайдингом? Это же невозможно. И поэтому вот я на самом деле просто сейчас вижу, как за эти даже 8 лет, что я здесь живу и снимаю, как меняется. Благосостояние растет, но с моей точки зрения уходит красота. Вот, поэтому действительно, да. Поэтому я, когда прихожу в какой-то дом, я, конечно, пытаюсь сразу же найти какие-то такие приметы старой жизни. Они, слава богу, еще есть. Ну, может, возродимся. Может быть, поймем, что нам надо вернуться и будем строить дома из самона. Я настолько потрясена красотой ее работ. Даже, наверное, слово «красота» здесь не самое главное слово. Тут и доброта, тут и видение людей, тут в комплексе мироощущения человека, который не только любит мир людей, но и какие-то детали видит. Это не каждому дано. И благодаря, собственно, художникам, фотохудожникам мы, обыкновенные люди, обращаем на это внимание. Каждый день мы вот это видим, но не обращаем внимания. И проходим мимо, и часто не замечаем такие интересные вещи. А здесь вот это все так запечатлено в кадре, что можно остановиться, разглядеть. Видите, гуси, которые бегут, вот они пробежали, их незаметно. А здесь вот можно каждого увидеть. А вам же зачем нравится творчество Людмила? Ой, творчество Людмила вообще великолепно. Я вот пришла на выставку и погрузилась в глубокое детство. Жили мы в деревне, у нас тоже были гусь. Я сразу вспомнила своих гусей, свою корову, своих коз. Представляете, вот, ну, все живое, необыкновенно красивое. Ну, нет слов, даже вот слеза прошибает. Спасибо ей большое за ее творчество. За последние годы моя жизнь очень сильно поменялась. И от меня прежней остался, в общем-то, только один фотоаппарат. Мне так кажется. Вот, но этот фотоаппарат стал самым главным в моей жизни предметом. Можно, если так сказать. До этого я была радиожурналистом. И, в общем-то, работала словом, да. Мне просто всегда нравилось фотографировать, нравилось рассматривать фотографии. Но это было хобби. И я думала, что я вполне счастлива, работая журналистом, живя в Петербурге. А вот сейчас так все поменялось. И оказалось, что счастье, возможно, и в другом варианте. В принципе, я довольна тем, вот, как сейчас складывается моя жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok